В Приднестровье В Приднестровье Мужчин прыгали в подводы, груженные бетоном и камнями, заставили их пройтись по улицам местного населенного пункта, затем мужчинам сожгли волосы, бороды, связали их по четыре человека колючей проволокой и бросили в Днестр. В селе работала подпольная ячейка во главе с Максимом Максимовичем. В 1944-м партизаны помогли советским воинам освободить Рашков. Партизаны, двигаясь в сторону Рашкова вдоль реки Днестр, прячась за дома и заборы, установили более десяти пулеметов и шквальным огнем заставили врага отступить. При освобождении Рашкова был погиб смертью храбрых партизан Трач-Владимир. Спасибо тебе за победу, за победу, что подарил нам майским днем. На фронт отправились более 600 жителей Рашкова, 372 не вернулись домой, а житель села Федор Жорчинский получил звание Героя Советского Союза. Участвовал в освобождении из концлагеря четырех с половиной тысяч человек. Представители движения «Наследники Побед» привезли в Рашков выставку оружия разных эпох – винтовки, мушкеты, пулеметы. Очень понравилось то, что здесь оружие в настоящий размер, о том, что какие они тяжелые, как нашим солдатам было тяжело с ними ходить, но они защищали нашу Родину. Я вообще никогда не видела такого оружия. Для меня вообще удивление, что они такие тяжелые, что такие старые. Я никогда такого даже не видела. Не могла себе представить, что когда-то смогу подержать в руках такое оружие. Один из редких кремниевый мушкет 17 века. Ручная работа с перламутром принадлежал туркам. Пытаемся подчеркнуть, что победы не только были, ну, Великая Отечественная война, это самое важное, конечно, для нас, но и исторические победы российской империи, в принципе, России. С кем нам, когда вот приходилось во времена Суворова воевать, да, с османами, во времена Кутузова, там, с французами. Это винтовка мощная, легендарная трехлинейка, которая прошла и Первую мировую войну, и победила Великой Отечественной войне. А еще наследники побед дали старт акции «Георгиевская ленточка». Всего планируют раздать около трех с половиной тысяч символов Великой Победы. Ежегодно с Каменского района мы стартуем с акции «Георгиевская лента». Здесь уже мы стартуем при поддержке Россотрудничества, Союза русских общин Приднестровья, которые нам, собственно, с этой лентой и помогают. Стараемся частицу вот этой вот победы, да, нашей большой общей победы, донести до каждого человека этой акции. Кстати, сегодня наследники побед подписали договор о сотрудничестве с Каменским казачьим округом. Теперь вместе с казаками проведут еще больше мероприятий.